С вами Дерек. Мы делимся с вами учением Иисуса о молитве, молитве «Отче наш». Мы рассматривали первую часть молитвы «Отче наш», живущая на небесах, да светится имя Твое. Мы приходим в Божие дворы через хвалу и благодарение. А после этого мы приходим к следующему виду молитвы, поклонению или посвящению. Здесь мы говорим «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Мы говорили о том, что Царство связано с Божьей властью. А в этой молитве мы подчиняем себя Божьей власти. Поклонение — это когда мы находимся во дворах Божьих и отдаем Ему свою волю, преклоняемся перед Богом, перед Его властью. Именно это мы и делаем в молитве посвящения. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы знаем, что эта молитва — чудесный итог всех молитв за наши семьи, наших друзей, за различные ситуации. «Да придет Царствие Твое, Господь, на земле, как на небе». Это дух молитвы. Он приносит благословение небес на землю. В нашей ситуации мы начинаем с того, что делаем первый шаг, который касается нашей личной жизни. Мы молимся, говоря, «Господи, да будет воля Твоя в моей жизни. Пусть Твое Царство, Твоя власть будет установлена в моей жизни». Вот с чего все начинается — это молитва посвящения. Ведь пока мы не окажемся под Божьей властью, мы не можем выразить эту власть и позволить Богу использовать нас в других видах молитвы. Все потому, что мы сами не подчинились воле Божьей в нашей жизни. Именно на этом мы и сконцентрируемся сегодня. Я считаю, что очень важно, чтобы мы знали, как молиться. Пусть Твоя воля исполняется в нашей жизни. Как я уже говорил, это форма поклонения. Знаете, не всегда легко делать это, потому что наша плоть весьма сильна. Часто, очень часто наша плоть качает свои права. У нее бывают сильные желания, и она может чувствовать что-то в какой-то ситуации. И в большинстве случаев вы поймете, что ваша плоть ошибается. Она ошибается весьма часто, так что не полагайтесь на свою плоть. Да, я помню, как однажды ты сказал мне, Хиллари, просто потому, что у тебя возникли сильные чувства, это не означает, что это от Бога. А я сказала, что правда? Я всегда думала, что если я уверена в чем-то, то это должно быть от Бога. Часто даже христиане думают, раз я убежден в чем-то, значит, это правильно. Но подчинили ли вы свою волю воле Божией? Ведь если вы не готовы подчиниться воле Божией и сказать, «Господи, да будет воля Твоя, я хочу, чтобы исполнялась Твоя воля, а не моя», вы не в том положении, чтобы услышать Божье Слово. Вы должны быть готовы в первую очередь, и тогда вы сможете услышать Бога. Плоть сможет правильно воспринимать ситуацию, но ошибаться в том, как справиться с ней. Не полагайтесь на нее. Мы не полагаемся на свое разумение. Сказано, чтобы мы всем своим сердцем полагались на Господа. Именно так мы берем свою плоть под контроль и не позволяем ей командоваться. Иисус сказал, что плоть слаба. Мы можем думать, что наша плоть сильна, но он говорит о том, что наша плоть слаба в понимании и исполнении воли Божией. Если мы будем двигаться по плоти, то точно не будем в воле Божией. Итак, как же нам двигаться в духе? Мы не можем исполнять волю Божию, потому что у нашей плоти греховная природа. В нашей плоти есть бунтарские склонности, которые достались нам от Адама. Спасибо тебе, Адам. А если мы будем повиноваться плоти, она заведет нас в неправильном направлении. Мы должны подчиняться Божией воле в поклонении. И когда мы поклоняемся, то слышим, что Бог говорит нам на самом деле. Вот почему эта молитва идет до всех остальных молитв. Нам не всегда легко делать это. Но мы должны настроиться на небо и отключить плоть. А как? Через молитву. Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое. Это молитва посвящения. Если мы не будем делать этого, то будем двоедушными. Мы немного настраиваемся на небо, но также настроены на нашу плоть. И мы становимся двоедушными. Нам не хватает ясности. Мы должны молиться. Да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое. Пока не ощутим мир, и наш дух не возьмет плоть под контроль. Это простая молитва. Иисус молился ею в Гефсиманском саду. На самом деле, Он трижды молился ею. Он молился ей, пока не одержал победу, пока не подтвердил волю Божию и не подчинился ей полностью. Мы должны делать это несколько раз, потому что наша плоть борется с этим. Наша плоть говорит так. Да будет воля Моя. Да, ты прав. Мы берем власть над нашей плотью, когда говорим в молитве, «Господи, пусть Твоя воля будет в этой ситуации, а не моя». Особенно, когда нам нужно принять серьезное решение. На ком жениться? Какую работу выбрать? Где жить? На самом деле, даже маленькие решения могут иметь последствия. Где жить? В какую церковь ходить? Все это может иметь серьезные последствия. Поэтому мы должны молиться и говорить, «Господи, да будет воля Твоя». Я верю, что если мы будем молиться так, то дойдем до нейтрального положения, когда мы рады, несмотря на то, что сказал Бог, то или это. Мы находимся в мире и можем слышать Бога, потому что фоновый шум плоти отошел на задний план, когда мы настроились на Господа. Мы также называем это молитвой посвящения и освящения. Эти слова звучат похоже, но между ними есть разница. Только мы можем посвятить, и только Бог может осветить. А Бог может осветить лишь то, что мы посвятили. Я хочу объяснить это. Давай. Посвящение — это то, что делаем мы. Мы посвящаем Ему свою волю, говоря, «Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое». Мы подчиняемся Ему, посвящаем Ему. Бог уважает нашу свободную волю, и поэтому Ему нужно это. Он не будет насаждать Свою волю. Он уважает нашу волю. Мы должны посвятить Своё решение, посвятить Свой путь. И тогда Он осветит. Освящение — это когда Дух Святой сходит на нас и дает нам мудрость. Если мы не посвятим, Он не осветит. Но когда мы посвящаем что-то Ему, мы даем Ему разрешение осветить, чтобы Его Царство пришло. А Царство Божие — это праведность, мир и радость в Духе Святом. Когда мы говорим, «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя», Его Царство начинает приходить через нас, через Духа Святого. Дух Святой показывает нам, как поступать правильно. Он дает нам мир и радость в этом. Но все это связано с тем, когда мы молимся молитвой о священии. Мы хотим рассмотреть чудесный пример человека в Библии, который молился этой молитвой. Но сначала я хочу упомянуть о том, что есть два вида молитвы по священию. Во-первых, где воля Божия известна. А во-вторых, где она неизвестна. А если она известна, ну, Бог мог сказать вам что-то, и вы могли подумать, что это невозможно, но вы все равно должны сказать Богу, «Да, Господи, я принимаю это, да будет воля Твоя». Я не знаю, как ты сделаешь это, но я принимаю и подчиняюсь. В другом случае, может быть так, что воля Божия неизвестна вам. И тогда вы должны сказать, «Господи, да будет воля Твоя, какой бы она ни была». Я считаю, что должен поступить так, но не моя воля, да будет, а Твоя. Я сделаю то, что Ты скажешь, мой Господь. И когда мы готовы выполнить Его волю, мы можем услышать то, что Бог желает нам сказать. Но давайте немного прервемся и рассмотрим пример Марии, Матери нашего Господа. Да, Мария. Она показала нам чудесный пример посвящения. Это удивительная молитва посвящения. Она написана в Луке 1, 34-38. После того, как ангел сказал Марии, что она родит Мессию. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Такие слова мы можем прочитать в Евангелии от Луки. Я хотел сказать, что это не было проявление неверия, как может показаться. Бог сказал ей, что совершит нечто удивительное. Она не понимала, как Бог сделает это. Она не ставила под сомнение то, что Бог сделает это. Это бы и было неверием. На самом деле, она просто не представляла, как все это исполнится. Это не было неверием. Она просто хотела понять, как Бог сделает это. Ведь если бы это было неверие, Бог бы упрекнул ее, но он не сделал этого. На самом деле, он рассказал ей, как он сделает это. Он сделает это Духом Святым. Через минуту мы увидим, что она должна была принять это, потому что Дух Святой не мог сойти на нее, если бы она не посвятила себя, не приняла бы Божью волю. Бог сказал, что это случится благодаря Духу Святому. Он сойдет на тебя, и ты родишь Сына Божьего. После этого он говорит ей, что для Бога нет ничего невозможного. Мы не видим там ни капли неверия, в отличие от Захарии, который действительно сомневался с самого начала. Эта девушка была крайне важна для Бога. Она должна была привести Мессию в этот мир. Но мы видим, что у нее была свободная воля. Бог никогда не забирает у нас свободу выбора. Я продолжу. Мария же сказала Ангелу, как это будет, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Или с Богом нет ничего невозможного. Вот о чем ты говорил. Все раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Раба Господня, она показывает, что находится под властью. Иными словами, да будет воля Твоя, да придет царство Твое. Господи, если это то, что ты хочешь сделать, то я подчиняюсь Тебе. Да будет воля Твоя. Она знала, что это может стать причиной серьезного скандала и критики. Часто в паре со славой идут и страдания. Божья воля на нашу жизнь прекрасна, но она может включать в себя гонения, страдания, но все это не сравнится со славой. Но она приняла его власть. Она могла поспорить и сказать, Господи, это все усложнит. А что скажет Иосиф? Что скажут в селе? Но у нее было правильное отношение. Вот я, Господи, я Твоя раба. Мне нравится, как она сказала, да будет мне, да будет мне по Слову Твоему. Я подчиняюсь тому, что Ты сказал. В данном случае Бог открыл Свою волю, а она посвятила Себя. Ей сказала, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое. Я подчиняюсь Твоему Слову, доверяю тому, что Твой Дух сделает это. И когда она сделала это, в тот момент, когда она сказала эту молитву, Дух Святой сошел на нее и зачал Иисуса в ее утробе. В тот момент, когда мы посвящаем Себя исполнению воли Божьей от всего сердца, Дух Святой готов дать нам силу, показать нам, что делать. Он дает нам силу, чтобы мы могли исполнить Его волю. Все начинается с простого «да Богу». Бог не заставляет нас. Он говорит, вот что я хочу сделать в Твоей жизни. Но мы должны сказать «да», да будет воля Твоя, да придет царствие Твое. Интересно, что когда мы говорим «да Богу», Он дает нам силу и показывает нам следующий шаг. Когда ты говорил об этом, то я вспомнила о том, что Мария поспешила после этого к своей кузине. Да, Господь повел ее. Просто я никогда не замечала этого. Я думала, что это просто было решение Марии. Но нет. Когда ты начал говорить об этом, я поняла, что это следующий шаг, который она должна была сделать. Да, с этим связано множество ситуаций. Многие вопросы с волей Божией раскрываются в Слове Божьем, Библии. Все потому, что Библия открывает нам общую волю Божию для нашей жизни. Есть множество вещей, которые являются волей Божией для всех. Это общая воля Божия. Вам не нужно особое откровение для того, что Бог открыл в Библии. Например, Бог открыл, что хочет, дабы все люди спаслись. Нет смысла молиться «Господи, если ты хочешь, чтобы вот такой-то и такой-то спасся, то спаси его». Это неправильно. Бог открыл свою волю. Он желает, чтобы все верующие молились на языках. Он хочет, чтобы все ходили в церковь. Он говорит «Не женись на неверующей, не прелюбодействуй». Есть множество вещей, о которых не нужно молиться, потому что Бог уже открыл свою волю. И когда мы обращаемся к Слову, Бог желает исцелить всех вас. Когда Он открывает свою волю, мы не должны молиться «Боже, если такова Твоя воля, то пусть будет так. Господи, исцели меня, если на то есть воля Твоя». На самом деле это неверие. Вы ведете себя так, словно Бог не сказал в Своем Слове об этом. Бывают моменты, когда мы не должны молиться словами «Если на то есть воля Твоя». Это те моменты, когда Бог явно открывает Свою волю. В случае Марии Бог открыл Свою волю. И какова правильная реакция «Да будет мне по Слову Твоему, Боже». Твое Слово говорит, что ранами Твоими я исцелен. Ты мой Целитель. Я не буду сомневаться в этом. Я буду как Мария. «Да будет мне по воле Твоей». Я подчиняюсь Твоей воле. Твоя воля состоит в том, чтобы благословить и исцелить меня. Я подчиняюсь этому. Когда мы делаем это, то даем Богу разрешение через Духа Святого исполнить это. Мы должны отвечать именно так. Если мы знаем волю Божию, если Он открыл ее в Своем Слове, то мы не должны говорить «Если». Этот вопрос закрыт. Мы подчиняемся Ему и принимаем ее, как это сделала Мария. Но в жизни есть множество вопросов, которые не покрывает общая воля Божия и Его Слово. Это ваша карьера, ваше решение, служение, на ком жениться, в какую церковь ходить. Эти вопросы нельзя обобщать. В такой ситуации мы должны приходить к Богу без собственных идей. Мы должны говорить «Господи, да будет воля Твоя». «Если ты хочешь, чтобы я сделал это, я сделаю. Если ты хочешь, чтобы я сделал то, я сделаю. Да будет воля Твоя». Если мы искренне будем нейтральны, Он откроет нам свою волю. Но если мы приходим к Богу с желанием жениться на ком-то, и просто хотим услышать подтверждение, и не готовы услышать «нет», то мы не в том положении, чтобы услышать с Бога. Мы должны принять нейтральное положение с помощью молитвы, посвящения. «Если на то есть Твоя воля, я сделаю это». «Если на то нет Твоей воли, убери это желание от меня. Я хочу исполнять Твою волю». Вот что делает эта молитва. Во-первых, мы молимся так, словно мы не знаем о воле Божьей. Это позволяет нам прийти в то место, где мы можем услышать с Богом. «Возможно, вам придется молиться так много дней». То есть это не неверие? Да, это молитва за конкретную ситуацию в вашей жизни. Например, Джордж Миллер, он молился о том, должен ли он начинать служение с приютами. Он 30 дней говорил, «Господи, это кажется мне невозможным. Но если это от Тебя, да будет воля Твоя, а не моя. Я хочу исполнять Твою волю. А если это не от Тебя, то забери это из моего сердца. Если же это от Тебя, то пусть это желание усилится». И под конец 30 дней он был уверен в том, что это то, к чему его призывает Бог. Но есть и второй этап. Когда мы знаем, что это воля Божья, то мы, как Мария, должны сказать, «Да будет мне по Слову Твоему. Я принимаю Твою волю, подчиняюсь Ей и буду исполнять Ее». Именно так все и работает. Бог не нарушит ваше право на свободную волю. Я считаю, что именно так и работает водительство. Если мы не будем в нейтральном положении, мы не сможем услышать голос Божий, потому что мы настроены на свою плоть, свои чувства и свою логику. Это немного похоже на компас. Если компас настроен правильно, он показывает на север. Мы предположим, что это воля Божья на север. Но если к нему поднести магнит вашей плоти, то стрелку уведет. Часто люди говорят, «Я думал, что Бог сказал мне, что я должен заняться этим, но все пошло наперекосяк». И они во всем обвиняют Бога. На что я могу сказать, «А вы действительно посвятили себя Богу?» Или вы просто ожидали, что Бог ответит на вашу просьбу? «Посвятили ли вы себя Богу?» Или вы просто старались добиться этого по плоти? Дали ли вы Богу возможность? Ведь если магниты будут воздействовать на компас, у вас будут неверные данные. И часто бывает так, что когда мы не готовы отложить свою волю, мы не можем услышать с Бога. Все потому, что голос плоти звучит слишком громко. Есть два голоса. Плоть и Дух. Нам нужно заглушить голос плоти, чтобы услышать голос Духа. Как нам это сделать? Да будет воля Твоя, да придет Царство Твое. Не думайте, что мы можем положиться на желание нашего сердца. Сказано, что сердце лукаво более всего. Так и есть. А теперь давайте вместе с вами прочитаем 36-й псалом. Это один из моих любимых псалмов. Псалом 36-й. Мы начнем с 3-го стиха. «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину». Мы начнем с этого стиха. Все начинается с того, что мы становимся людьми Божьего Слова. Не стоит ожидать особого водительства, если вы игнорируете Божье Слово. Он говорит «Живи на земле». Я считаю, что это означает «Живи в земле Божьих обетований». Храни истину или питайся Его верностью, Его Словом. Я считаю, что это начало. На самом деле я представляю себе водительство вот как. Ты хочешь попасть в нужное место. Ты едешь по дороге. Общая воля Божия похожа на трассу. Мы все должны двигаться в ней. А второстепенная дорога — это тот путь, на который нам нужно свернуться, чтобы добраться до нужного места. Иными словами, если мы будем не на той трассе, то не можем ожидать того, что свернем на нужную второстепенную дорогу. Например, возьмем очевидный пример. Человек прелюбодействует, а потом он молится Богу и ожидает, что Бог покажет ему, какую работу ему выбрать. Вы даже не на основной трассе. Вы не услышите от Бога ответы и на другие вопросы. Общая воля Божия идет первой. Отдайте все Господу, и Он даст вам желание вашего сердца. Он вложит свои желания в ваше сердце и исполнит... Да. Вот четвертый стих. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. У меня есть небольшое свидетельство об этом. Большинство наших зрителей знают, что я была влюблена в Дерека за много лет до того, как он сделал мне предложение. Я отчаянно хотела выйти замуж. Одна моя подруга прислала мне стих с этим местом. Там было написано, «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Эти слова коснулись моего сердца. Я начала провозглашать этот стих, размышлять над ним. И Бог дал мне радость, чтобы вступить в брак и чтобы оставаться одной до конца жизни. Лишь после этого Бог объединил нас. И для меня это было чудесным свидетельством того, как Бог действует. Ты обрела мир, не так ли? Да, да. Если мы утешаемся Господом, ставим Его на первое место, Он дает нам желание нашего сердца. Он дает нам желание исполнять Его волю. В послании филиппицам сказано, что Бог дает нам желание исполнять Его волю. Когда мы действительно отдаем свою волю Ему, Его воля становится нашей. Он дает нам желание исполнять Его волю. Если у вас есть желание делать что-то, то оно может и не быть надежным. Но если вы отдали Его Господу, и это желание осталось, то это означает, что вы можете положиться на Него. Но если вы не отдавали Его Господу, то это желание может быть просто плотским. Вы должны в первую очередь отдать это Господу. Вам может казаться, что все правильно, но не думайте, что ваша плоть права. Она чаще ошибается. Отдайте это Господу. И Он даст вам желание вашего сердца. Он вложит свои желания в ваше сердце и исполнит их. У нас осталась одна минута. Давай закончим этот фрагмент. Придай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. В этом есть суть молитвы. Ожидайте Господа. Приходите к Господу, покоряясь Ему. Будьте терпеливы. Вы не можете давить. Скажите, Господи, да будет воля Твоя. И когда вы делаете это искренне, ваша воля будет соответствовать воле Божией. И вы начнете слышать ее. Когда вы отдадите свой путь Господу, зная, что Он понимает лучше, Он исполнит свою совершенную волю в вашей жизни. Вы должны вновь и вновь отдавать свой путь в вере Богу. И когда вы будете делать это, неправильные желания плоти начнут угасать, а его желания станут сильнее. Это процесс. Вы должны молиться. Да будет воля Твоя. Да придет царство Твое. Пока не станет ясно, что вам открылась воля Божия. Мы можем доверять Богу в этом. Так что давайте помолимся об этом прямо сейчас. Господи, я утешаюсь Тобою. Я верю, что Ты дашь мне правильные желания в этой ситуации. Я отдаю свой путь Тебе, Господь. Я доверяю Тебе. Ты исполнишь все. Я хочу, чтобы Твоя совершенная воля исполнилась в моей жизни. И я благодарю Тебя за то, что Ты совершишь все во имя Иисуса. Хочу предложить вам набор исцеления. В него входит книга «Исцеляясь». В ней находятся пошаговые инструкции того, как вы можете получить исцеление. Но вторая сторона исцеления — это здоровье и долгая жизнь. Поэтому вторая книга называется «Ключи к долгой жизни». Нам нужно знать Божьи обещания о долголетии, чтобы мы могли исполнить его план для нашей жизни. И сегодня я предлагаю вам обе эти книги за 15 фунтов стерлинга. А еще в набор ходят диски на эту же тему. Обычно стоимость одного диска — 20 фунтов. А сейчас все восемь за 15 фунтов. Итак, я предлагаю вам эти книги за 15 фунтов. Для заказа воспользуйтесь контактной информацией на экране. Вы можете посмотреть другие учения на нашем канале в Року и на канале в Ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова